Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 24 июня 2020 года. Это видео будет не из приятных, но я не могу не сказать то, что вижу в символике основного логотипа Победы, который показывают СМИ. Я говорю только об одном логотипе. Конкретно в данной ситуации я буду рассматривать символику именно этого логотипа и никакого другого. Эта картинка фигурирует везде именно как основной логотип. Разбирали блогеры часть этой картинки как окна Вертона. Это цифра 75. То, что прошло с 1945 года, с окончания Великой Отечественной войны, 75 лет. Ну, как бы всё логично, но цифры 75 нарисованы в виде красных стрелочек и стрелочки направлены вглубь страны, на восток, а не на запад. Перевёртыш однозначный, пропаганда победы фашистов, но сделаны в красном цвете и вроде как никто не замечает. Проглотил плебей. Ему готовят плебис... Пардон, плохо выговорить. Плебис... Сыт... Плебис... Сыт... Плебей... Плебис... Поэтому плебей. А по паспорту РФ, торговая российско-американская компания с фирменным флагом, триколором, записаны как физлица, капсом в паспорте, оцифрованы как в концлагере НМН, личный индивидуальный номер, ага, Рейх рулит, проглотили и стали дорогими россиянами. Это была победа советского народа и Советского Союза во главе с генералюсимусом товарищем Сталином. Это победа в войне над немецко-фашистскими захватчиками 1941-1945. Так всегда в Советском Союзе писали о войне над немецко-фашистскими захватчиками 1941-1945. Только такие цифры были и никакие другие. Только 1941-1945. А сегодня, как преподносится, главная официальная эмблема победы. Значит, стрелки на восток, дранк на хостен. Георгиевская лента — это то, что несколько лет продвигает депутат государственный в кавычках Думы РФ Евгений Фёдоров, который сам, не стесняясь, называет себя коллаборационистом, о чём в интернете есть множество роликов и с его именно прямыми цитатами. Это он пропихивает коллаборационистский знак Георгиевскую ленту, потому что он коллаборант по собственному признанию. И лента у него такая же. Эту ленту также использовал предатель Власов, который и триколор взял как свой флаг предателя советского народа. Напомню, что свою армию Власов формировал в Пскове, в котором был концлагерь советских военнопленных, 70 тысяч молодых парней, молодых воинов, которые были все уничтожены. Это вам и ленточка, и триколор, чью победу изображаем на картинках, дорогие россияне, на главном логотипе, который показывают по телевизору. Но по картинке не всё, как и по дорогим россиянам, которые заснули под сладкие соловьиные трели, и тем самым стали, пусть неосознанно, но предателями тех, кто отдал свои жизни за всех нас живущих, за наших дедов. Итак, по картинке. Смотрим внимательно. Под цифрами 75, которые красные стрелки, Дрангнах Остен, Георгиевская коллаборационистская ленточка и надпись 1945-2020. Теперь, собственно, по надписи 1945-2020. 75 лет вроде, всё сходится. А теперь соединяем все символы вместе. 75 лет, Дрангнах Остен, стрелочки, коллаборант, ленточка, Власовская армия, Роа, 1945-2020. Нет? Ещё непонятно, чья победа нарисована на главной эмблеме? Хорошо. 26 июня назначен плебисцид. Это не я сказала, так изначально сказал Владимир Путин, что резануло по ушам. Ну, мне лично резануло. Вот это слово плебисцид. Ну, резануло. Потом этот вирус, COVID-19 случился. Все в намордниках, все привыкли. Хотя от вируса повязки не спасают. Но символично, однако. Это главный по планете приказал. О какой поправке кричит Фёдоров и его нот на всех углах? О суверенитете России. О как! Ни больше, ни меньше. Так с этого момента поподробнее. Значит, у России, Российской Федерации суверенитета нет на данный момент. Поэтому требуются поправки, чтобы получить этот суверенитет. То есть 30 лет после распада Советского Союза, как они нам все говорили, что в 1991 году распался Великий Советский Союз и у нас появилось суверенное государство Российской Федерации. И у неё даже есть праздник свой. 12 июня как день независимости России, непонятно от кого. А тут выходит, что суверенитета никакого нет. То есть 30 лет нам морочили голову однозначно. Депутат Фёдоров что-то об этом не сказал, что 30 лет Российской Федерации нам морочат голову, что суверенитета у Российской Федерации нет. Но у неё и быть не может суверенитета. Какой может быть суверенитет у торговой компании? Потому что Российская Федерация зарегистрирована как торговая компания на сайте ЮПИК. Да и флаг у неё Триколор, я показывала в своём фильме, конкретно принадлежит российско-американской компании в 19 веке. Это торговая российско-американская компания. Один в один. Флаг Триколор и птичка, мутант. Дорогие россияне поверили в то, что им говорят 30 лет, что Советский Союз распался и его больше не существует. Поэтому их не смущают цифры 1945-2020 и слово «победа» рядом. Итак, РФ-колония не суверенна, не государство, но считает себя в праве сидеть на территории Советского Союза с 1991 года, как сообщил нам Горбачёв, который привёл к нам в 1997 году «Пиццу Гейт», о чём снялся в рекламе пиццы, которую я также разбирала по символике. Так, ещё раз вдохнём, выдохнем. У России и дорогих россиян физлиц с ННН нет суверенитета, а он только как бы намечается в подставках, ой, поправках в Конституцию, которой тоже нет, как оказалось, но дорогих россиян это не волнует. Да, нет оригинала Конституции. Главный по планете же сказал, телевизор же сказал, значит, правда. Итак, как нам сообщил Чубайс в фильме о нём, что каждый уничтоженный советский завод это гвоздь, крышку, гроба коммунизма. И то, что с 1991 по 2000 года официальная дата убыли населения 30 миллионов, а напомню, Великую Отечественную, горячую, официальная убыль 27 миллионов за 5 лет, ничего так нормально, войны нет. А Горбачёв за что получил медальку от Буша старшего за победу в холодной войне? Холодная война, напомню, дорогим россиянам, это война сатанинского запада с Советским Союзом. Если по их логике захваты территорий и расчленения союза по республикам, которые такие же колонии с 1991, то чью победу праздную, дорогие россияне, победу запада в холодной войне нашими же руками, внуков, не помнящих родства и предавших своих дедов, вот что подсунули в официальных СМИ под эту дату дорогим плебисцитникам, физлицам и нэнэнщикам. Я, мне тоже, но я осознала, как меня, на пардон, я осознала, что никогда не переставала, не перестану быть советской гражданкой, человеком. Патрициям, кстати, товарищ Сталин, между прочим, всех советских граждан сделал патрициями, кто такой патриция? Это хозяин земли. Нас, советских граждан, сделали хозяевами своей земли, природных ресурсов, заводов, газет, пароходов. Мы были самые богатые люди, мы ими остаемся по сути, по факту, но нас обманули и ограбили. Я осознала, что никогда не переставала и не перестану быть советской гражданской. Я не предаю своего деда, отдавшего за меня жизнь на Невском пятачке, вместе с сотнями тысяч молодых ребят, большинство из которых не оставили потомство. Вот так. А теперь я скажу самое страшное для них, которые празднуют свою победу в холодной войне над Советским Союзом. Они приписали себе лишние годы. По крайней мере, ваша победа не с 1945, а с 1953, с убийства Сталина и по сей день. Но ваш коллаборант, памятник которого вы поставили, сделал вам медвежью услугу с перепугу, подложил свинью, памятник и целый центр, Ельцин-центр. Он обессмертил Советский Союз. И у РФ никогда не будет ни преемственности, ни права продолжения, потому что в договоре участвуют две стороны. Они самоназванцы в одностороннем порядке себя назначают наследником, правоприемником, правопродолжателем, да мало ли кто чего в этом мире хочет, хотеть не вредно. И картинка дорогих россиян, жаждущих перемен к лучшему, верую, верую, что будет нам хорошо, ведь обещал Волков Ц. Ельцин молодец, умничка, алкаш. Он расстрелял Советский парламент с ночного будуна, Белый дом, Президиум Верховного Совета СССР и тем самым лишил любых самозванцев и торгашей приписать себе права Советского Союза и советских граждан навечно, вечно. Он просто расстрелял все, некому подписывать договор, не с кем заключать договор, он расстрелял орган власти. И эта власть осталась в бессмертии навсегда. Советский Союз и социализм, и советский народ бессмертен, вечен. И это сделал наш герой оккупировав Советский Союз. Так что ваша победа, господа, фиктивна. Никого вы не победили. Вы временно оккупировали и ввели в обман и морок советских граждан в надежде, что опустив, дебилизовав образование, вы с остальными уже справитесь как-нибудь, как обычно. Ведь прокатывает и сколько поколений, вы так считали, но все проходит и это пройдет, как говорит наш ваш, вернее, Соломон. Мельницы богов мелят медленно, но перемалывают тщательно. Каким судом судишь, таким и тебя будут судить. Не рой другому яму, сам в нее упадешь. Сколько веревочки не вейся, конец будет. Солнце входит над Русью и русским народом. А пока все. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на мой канал. Всех вам благ. И внимательно следите за тем, кто вам подсовывает под видом благодетели нечто, потому что благими намерениями устлано дорога в ад. да.